Стратегия развития обороны Украины, ключевые реформы военного сектора и инвестиционный потенциал сферы украинского вооружения. Эти темы военные и политические эксперты обсудили во время второго форума по обороне и безопасности в Киеве. Подробности далее в сюжете. Весна 2014 года. Аннексия Крыма и вторжение российских войск на территории Донецкой и Луганской областей. В это время регулярная украинская армия не могла дать полноценный отпор агрессору. Ведь за время правления Виктора Януковича она была фактически уничтожена. Остановить дальнейшую агрессию и выстоять тогда удалось благодаря добровольцам. Они-то и составили костяк будущей армии. Российские войска используют оккупированную территорию для испытаний новой военной техники. Всего с начала агрессии Украина потеряла больше 10 тысяч своих граждан. Более двух тысяч из них – военнослужащие. Война на Донбассе потребовала быстрого реформирования украинской армии. Началась форсированная разработка и производство вооружения. Теперь вооруженные силы Украины используют новейшие системы залпового огня «Верба», минометы «Молот» и бронеавтомобили «Казак-2». Все это – результаты работы украинских инженеров. В этом году было принято постановление о госзаказе на производство военной техники на три года. Это позволяет нам понять текущие и экстренные потребности нашей армии и возможности наших производителей. Таким образом, оборонный сектор будет наращивать свои мощности. Продукция украинской оборонной промышленности заинтересовала и международных инвесторов. В 2016 году было подписано более 65 меморандумов о сотрудничестве с 20 странами мира. Среди них США, Канада, Великобритания, Саудовская Аравия, Израиль, Польша, Китай. При этом экспорт нового украинского оружия растет быстрыми темпами. С 2014 года мы продаем исключительно новую продукцию. В 2015 мы экспортировали товаров оборонпрома почти на 600 миллионов долларов. В 2016 рост экспорта составил 25%. Мы продали продукции на 750 миллионов долларов. Портфель экспортных заказов составил почти полтора миллиарда долларов. Это означает, что как минимум в следующие два года валютная выручка будет увеличиваться. Прогнозируемый рост экспорта оборонной продукции в 2017 году 15-20%. Значительную помощь в реформировании украинских вооруженных сил предоставляет НАТО. Сейчас Североатлантический альянс оказывает активную политическую экспертную поддержку. Это совещательная команда, трастовые фонды и программы по развитию и повышению оборонного потенциала Украины. Что касается политической поддержки, мы продолжаем внедрять портфель всеобъемлющей помощи, которая была утверждена на недавнем саммите в Варшаве. Этот пакет содержит более 40 различных мер поддержки в 13 сферах. Речь идет о решении той ситуации, с которой столкнулась Украина. За три года оборонный потенциал Украины вырос. В рейтинге глобального индекса милитаризации страна поднялась на 8 позиций до 15 места. В Минобороны и СНБО говорят, что украинская армия готова дать отпор в случае открытого вторжения российских войск.